Холода для бездомных – испытание не на жизнь, а на смерть. С едой проще. В городе есть пункты питания для людей без определенного места жительства. А вот с ночлегом кому как повезет. Где ночуете? На трубах. А сюда приходите каждый день? Да. Не каждый день. Не всегда. А от чего зависит? Где вы кушаете обычно? На улице. В помойках ковыряемся. А что? Голодные и обмороженные. Около трапезной милосердия на Жуково пусто не бывает. Горячие обеды помогают бездомным пережить суровые морозы. С наступлением холодов в Оренбурге начали работу и мобильные пункты горячего питания. Передвиженные пункты вообще созданы в холодное время. Мы с 9 декабря по 31 марта будем выезжать в рабочие дни. Наши пункты в Южном округе находятся на Беляевской 39-1 и на Карагандинской 1 возле рынка Сокол. Здесь готовы накормить каждого, обеспечить теплыми вещами и помочь в восстановлении утраченных документов. В основном люди стесняются, но которым уже некуда идти, совсем на грани, то, естественно, мы им помогаем. Людмила Степановна в прошлом учитель немецкого языка. В ее доме люди без крыш над головой всегда могут рассчитывать на ночлег и вкусную домашнюю еду. Доброе сердце бывшего учителя не может оставаться равнодушным к чужой беде. И я чем могу только помогать, что у меня есть лишнее, я все отдаю. Если у меня питание какое есть, я обязательно их приглашаю. Людмила Степановна говорит, что за годы скитаний бездомные отвыкают от нормальной жизни. Бродяжничество накладывает свой отпечаток. Все абсолютно выплевают. Когда я спрашивала, почему ты пьешь, даже женщины, они говорят, потому что замерзнешь на улице. Ночуют они все в подъездах. Зимняя холода для бездомных – это настоящая борьба за выживание. Еще одной надеждой на спасение для таких людей является комплексный центр социального обслуживания населения на Полигонный. Здесь можно и поесть, и согреться. Это хоть как-то, но поможет пережить суровую зиму. Оксана Боричева, Роман Боричев. Новости дня.